В последний раз в дворе зрелища спорта, а ныне Читов Арена, принимал выставки в 80-е годы. И вот своего рода возрождение доброй советской традиции. Правда, представленное здесь творчество с прошлым никак не сравнить. Что не произведение, то загадка, эксперимент, эпатаж. 300 авторов, 11 регионов, свыше 680 работ. Для художника вообще любая выставка является событием, важным событием. А если мы говорим о молодых художниках, то для многих это вообще первая в жизни выставка. Это такой творческий старт, и поэтому здесь нельзя переоценить значение этой выставки, потому что она колоссальная. Азарт Сибирь – это не просто выставка, это еще и конкурс. Определять победителей эксперты будут в шести номинациях. Алена Наволокина – одна из участниц проекта. Она представила написанную маслом картину. Это совершенно свежее творение. И для девушки очень важное мнение и зрителей, и старших наставников. Таких проектов нужно побольше и почаще, чтобы у каждого художника был такой некий стимул. Можно даже более грубо пинок развиваться. Можно писать в стол, тоже неинтересно. Интересно, когда в твоей работе подойдет человек, трогает ее, смотрит, задает тебе вопрос, что такое коммуникация происходит, что ты делаешь для себя, для зрителя. Самая азартная экспозиция Сибири будет работать в здании Титов-арены до 30 июля. Именно в этот день и назовут имена победителей, которые, кстати, получат денежный приз по 25 тысяч рублей. К слову, параллельно с этой выставкой в музеях и галереях Барнаула тоже представлены работы азартных художников, те, что не попали в основную экспозицию, но достойны внимания. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...